Главную новость к этому часу в Киеве назвали имена россиян, которых готовы обменять на украинских политзаключенных. Я, Мелани Бачна, здравствуйте. Список представила вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. В нем 23 фамилии. Это люди, осужденные по обвинению в терроризме и подготовке нападений в Киеве, Одессе, Харькове и Херсоне. Среди них и российский гражданин Виктор Агеев, попавший в плен к украинским военным в зоне конфликта в Донбассе. Киев ранее уже предлагал России обменять своих граждан на украинских, а в середине июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека попыталась посетить осужденных в российских колониях, но ей было отказано. Людмиле Денисовой не дали встретиться с Романом Сущенко, Станиславом Клыхом и Олегом Сенцовым, которых Киев считает политзаключенными. Сегодня она намерена обсудить ситуацию с послами Евросоюза. Украинский омбудсмен предложит комиссару Совета Европы по правам человека вместе посетить заключенных в России. Денисова также выдвинула ультиматум российским властям. Уполномоченного по правам человека в России не пустят к заключенным в Украине до тех пор, пока украинскому омбудсмену не предоставят доступ к осужденным украинцам. Освободить политзаключенных призывает и осужденный в России Олег Сенцов. Сегодня 50-й день его голодовки. По словам адвоката, режиссер находится в медчасти колонии под Капельницей. У него обострились проблемы с сердцем и почками.